Я падала, старалась, чтобы они не задели лицо, шею, кинула пакет, они отвлеклись, я пораненной ногой побежала через эти сугробы. От самого страшного спас зимний пуховик. Он разорван в клочья. Арене 13 лет. Девочка очень напугана. Ночью не спит, передвигается плохо. Лежать на спине невозможно. Ну, я уж не говорю о психологическом моменте. Нападение собак произошло возле школы. На этом месте животные уже проявляли агрессию. Родители обращались в городскую администрацию, требовали принять меры. Чиновники провели проверку, но проблемы не увидели. Об этом даже сообщили в официальном ответе. Администрация выезжала сюда на место, но собак обнаружено не было. То есть и на этом все закончилось. Родители вооружают себя и своих детей. Мы вынуждены приобретать своих детей, чтобы как-то их защитить. Электрозвуковые отпугиватели, перстовые баллончики, электрошокеры. В тот же день стая собак в Оренбурге напала еще на одного ребенка в другой части города. Собаки отступили только когда на помощь ребенку прибежали мужчины. По данным регионального Минздрава, за последние 4 месяца 70 оренбургцев обратились за медицинской помощью после нападения собак. Ужас, ужас. Дети становятся жертвами преступной халатности городских чиновников. Так считает Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело. Его расследование под личным контролем председателя Александра Бастрыкина. Нарушение норм федерального и регионального законодательства. Должностные лица Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Оренбурга не организовали должным образом отлов, транспортировку и содержание безнадзорных животных. В городской администрации дали понять, они не в силах решить проблему. Бездомных собак слишком много, а финансирования недостаточное. В год порядка 400 особей. Примерное количество, это около 10 тысяч их находится. Ну вот вам и математика, что при стерилизации вакцинации 400 особей, то остается порядка 8 с половиной тысяч собак. После случившегося у школы, где пострадала девочка, появились люди с оружием и снотворным. Шесть собак были отловлены, их доставили в приют. В приюте бездомные псы проводят 22 дня. За это время здесь их вакцинируют, стерилизуют, чипируют, на ухо повесят бирку и выпустят в том же месте, где они и были отловлены. Собак выпустят на улицы города, если ветеринары признают их безопасными для человека. Такой порядок обращения с безнадзорными животными предполагает федеральный закон. Специалисты говорят, стерилизация не гарантия того, что собаки перестанут быть агрессивными. Всё это бесполезно. И работа, и деньги из бюджета выделяемые, они не принесут никакого результата, пока вы не перекроете кран поступления бездомных животных на улице. В Госдуме готовят поправки в действующее законодательство. В частности, планируют ужесточить ответственность, вплоть до уголовной, как для должностных лиц, так и для недобросовестных владельцев собак. Рассматривается возможность строить приюты для бездомных животных за счёт федеральных средств.